Привет друзья! Сегодня у меня пересадка. Буду пересаживать азиатскую орхидею Red Rose из керамзита в кору. Эту орхидею вы могли видеть в моем самом первом видео. Там я рассказывала, как получила орхидеи с проблемами, как стимулировала рост корней при помощи циркона и янтарной кислоты. И еще было второе маленькое видео, которое было о результатах применения циркона. А результаты были именно у Red Rose. В общем, кому интересно, ссылки на видео оставлю в описании. Вернемся к пересадке. Так как эта орхидея растет в керамзите и в обычном прозрачном горшке с дырками, керамзит у меня очень быстро просыхает и приходится поливать эту орхидею достаточно часто. Мне это совсем не подходит. Поэтому решила пересадить Red Rose в чистую кору. Что хочу сказать по поводу керамзита. Орхидеям все равно в чем расти. В керамзите, в коре, мхе или даже в земле. Кстати, я лично сама видела, как растут орхидеи в земле, имея при этом 2-3 цветоноса и целый горшок хороших корней. Главное это полив. Не пересушить орхидею и не залить. Что я решила? Я решила полностью не вытаскивать Red Rose из горшка. Так как некоторые корешки приклеились к стенкам горшка. Я просто извлеку керамзит, а тот керамзит, который приклеился к корешкам, отрывать не буду, чтобы не травмировать корни. Ну вот, получилось достаточно неплохо. И сейчас я корни буду засыпать корой. У меня архиата, фракция 12-18. Но когда у меня нет архиаты, я засыпаю обычной корой. Кстати, забыла вам сказать, что за этот год эта орхидея нарастила, ну я не могу сказать, что много корней, но новые появились. И несколько листиков. Вообще, хочу сказать, что растет она у меня достаточно медленно. Хотя она и стоит под искусственным освещением не менее 12 часов. И вкусняшки получает время от времени. Вот такая получилась пересадка. Простая и без заморочек. Я не буду поливать эту орхидею стимуляторами или чем-либо еще. Она прекрасно себя чувствует. И давно уже домашняя. Поливать буду только водой. А поливать мы будем ее сейчас вместе с вами. Сразу после пересадки. Объясню почему. Во-первых, она хочет пить. Ее нужно полить. Пересаживали мы ее практически на сухие корни и в сухую кору. Во-вторых, мы совсем не травмировали корешки. Поэтому полив очень даже будет кстати. Поливать я буду обычной отстойной водой комнатной температуры. Наливаю водичку и оставляю минут на 20-30, чтобы корешки и кора хорошо напитались. Вот и все. Воду я слила. Посмотрите, какие сочные корешки. Сейчас я поставлю эту орхидею на полочку, под лампу, где она будет отдыхать и дальше продолжит свой рост. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить класс и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!